Упражнение с правой ноги. Начинай. Раз, два, три, четыре. Это занятие в детском саду «Сказка». В спортивном зале воспитанники выполняют общеразвивающие упражнения на степ-платформах с флажками. Флажки как дополнительное средство концентрации детского внимания. Занятие ведет Наталья Лагвилава. В профессии больше 20 лет. Говорит, любовь к спорту родом из детства. С малых лет активная. Занималась легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях. После учебы на факультете физической культуры и спорта решила работать в детском саду. Каждый новый трудовой день для нее словно ручей. Всегда в движении и остановить его невозможно. Я стараюсь, чтобы каждый мой день был наполнен этим движением и творчеством. Очень люблю своих детей и жду с нетерпением встречи с ними. Ежедневно провожу утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, развлечения. Постоянно нахожусь в каком-то творческом поиске. Радуюсь достижениям своих детей. Мои воспитанники принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях. Настоящий педагог, уверена Наталья, личность непременно творческая. А творчество всегда в поиске. Найти себя в чем-то новом, проверить свои силы, поделиться опытом и перенять его у коллег. Она смогла в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года». В муниципальном этапе Наталья победила в номинации «Воспитатель года». На суд жюри представила инновационный проект развития координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста с использованием кинезиологических технологий. Суть в том, что на умственные способности и физическое здоровье детей напрямую влияют определенные двигательные упражнения. Использование кинезиологических технологий позволяет эффективно и гармонично развивать способность к учению, межполушарное взаимодействие. Развивает эти координационные способности, память, внимание, речь, мышление. Реализация инновационного проекта показала положительную динамику в развитии физических способностей, координационных способностей. И отмечается снижение уровня заболеваемости детей. Воспитанники детского сада «Сказка» постоянно участвуют в различных спортивных массовых мероприятиях, в том числе в «Кроссе нации» в «Северном многоборье». Регулярно сдают нормативы ГТО. За последние два года сразу 10 воспитанников получили золотые знаки отличия. Дети всегда в движении. На каждое занятие по физической культуре ребята идут с интересом и радостью. Выполним упражнение на напряжение и расслабление. Стрепичная кукла и солдат. Солдат, напряглись. Ноги выпрямились. Смотрим вперед. Напряглись у тела. Как солдаты на мосту. Трепичная кукла. Ноги в рост. Расслабили. Голову наклоняемся. Голову расслабились. Занятие было сегодня очень интересное. Мне все понравилось. Я занимаюсь спортом. Люблю ходить на физкультуру и в садик. И на заятку. И Наталья Анатольевна самый лучший тренер. Наталья Анатольевна у нас самая красивая, добрая и спортивная. Наталья уверена, каждый ребенок уникален. Педагогу важно суметь раскрыть яркую детскую индивидуальность. Помочь в развитии. Кроме того, остается и ключевая задача. Сохранить и укрепить здоровье детей. Для Натальи воплотить эти принципы в жизнь значит искать новые способы и методы обучения. Ежедневно повышать эффективность привычной работы. Любить свое дело. Верить в детей. Наталья Бутикова, Алена Новик, Александр Новик. Телевидение Нижневартовского района. Излучинск. Специально для Югра-24. Субтитры создавал DimaTorzok